Привет, я проснулась. Заварила себе чашечку чая, кофе уже попила. Ютуб. Вязание вчера закончила в том плане, что у меня кончились нитки. Надо идти будет за нитками. Сейчас сижу, составляю меню. Немножко корректирую его, потому что получилось так, что у меня овощи тушёные со свининой. Вот, допустим, они включают в себя картофель, потом идёт говядина, грибы и рис, и потом у меня опять картофельные блюда. Пришлось его затереть, потому что через день опять жареная рыба с картофельным пюре, и в воскресенье опять картофель. И, в общем, картофеля у меня получилось слишком много. Я когда составляла, не заметила, поэтому сейчас лазю по рецептам. И голову ломаю, чтобы туда ещё включить, чтобы как бы не повторялось, потому что у меня это меню не одно. Вот, и чтобы, как сказать, все продукты были, потому что это на эту неделю у меня. Вот такими делами я занимаюсь. Вот, сегодня, наверное, я готовить не буду, потому что у меня всего осталось. У меня надо рис доесть, типа плов надо доесть там... Ещё что-то у меня там было. А, картофель вот овощи тушёные со свининой. В общем, макароны вчера муж доел вечером, а то ещё и макароны стояли, остатки. В общем, короче говоря, очень много осталось продуктов, плюс ещё суп в холодильнике. Сейчас посижу, доделываю меню и буду думать, чем буду ещё заниматься дальше. Сейчас время обеда, и я погрела прямо в форме пластиковый рис с говядиной, с морковкой и с грибами. Все, кто обедает, всем приятного аппетита! Мою посуду. Половину намою, сейчас половину ещё помою. Разделываю я рыбину коту. Обрезаю хвостик, плавнички. У меня ножницы кухонные или кухонные. Пользуюсь только на кухне. Отрезаю вот здесь и всё это счищаю. Сейчас, в этот раз я не буду, кожица сидит хорошо. Не буду в этот раз. Плавнички все собираю. И на выброс. Чтобы у меня сразу раквина чистенькая была. Сразу помою ножницы. Сейчас их оботру. Они немножко посохнут. Перу ковшик синий, фильтр холодный. И ставлю после закипания на 10 минут. Ковшик вытираю снизу. И ставлю. На газ буду посматривать о ними. На вечером мы размораживаю говядину. Говядину ветеринара разрешают, но он очень плохо её ест. Не знаю, с чем это связано. Говядина довольно дорогая, но он почему-то её плохо ест. Так, сейчас я намою ножик. И намою вот мисочку ещё одну. Пенку я сняла и ставлю на 10 минут. Что бы мне не думалось, я всегда ставлю на 10 минут. И через 10 минут он прозвенит. Будет потихоньку вариться на среднем комогне. Хочу приготовить сегодня шарлотку. У меня остались яблоки. У шарлоток, конечно, очень много рецептов. Я нашла ещё один очередной. И вот решила его ещё попробовать. Мне понадобятся, значит, яблоки. Три или четыре яблока. 200 грамм сахара. 180 грамм муки. 10 грамм разрыхлителя. 2 грамма корицы. И грамм 10 сливочного масла для смазывания формы. Что я буду делать сейчас? А, ещё понадобится мне 4-5 яиц. Вот я их помыла. Сейчас я буду разбивать яйца. Смешивать с сахарным песком. И взбивать до пышной пены. И буду взбивать до пышной пены. Можно это сделать блендером. Сбила я блендером яйцо с сахаром. И сейчас буду туда добавлять разрыхлитель. Муку просеянную. И добавлю корицу. Здесь вот у меня немножко. Разрыхлитель. И здесь немножко. Надо всего 10 грамм. То есть в целом пакет 10 грамм. Немножко добавляем. Добавляем корички. По желанию. И будем добавлять просеянную муку. И все перемешиваю. Все хорошенечко перемешала. Отставляю в сторону. И сейчас буду заниматься яблоками. Яблоки мне надо нарезать. Отрезать шкурку. Брать сердцевинку. И нарезать кубиками небольшими. Нарезала я яблочки. Добавила еще 2. Взвесила как раз 300 грамм. 2 небольших яблока. Итого у меня получилось 5 небольших яблочек. Взяла 10 грамм сливочного масла. Смазала ими форму. Теперь что я делаю. Я выливаю тесто. Вот так. И на него сейчас буду выкладывать нарезанные яблочки. У него выкладываю яблоки нарезанные. И сверху буду заливать оставшимся тестом. Яблоки сейчас распределю. Вот так вот аккуратненько. Духовка у меня включена на 180 градусов. Режим конвекция. Если будете на традиционной, то на 200 градусов. Выливаю оставшееся тесто. И ставлю в духовку при 180. 180 на 50 минут. Но смотрите по своей духовочке. Проверяйте сухой деревянной палочкой. Распределила все тесто по поверхности. Открываю духовку. И ставлю. Повторюсь на 180 на 50 минут. Сейчас поставлю звоночек. 50 минут. 50 минут приготовления. На 45 посмотрю. Сейчас я приготовлю хлеб. В этот раз он у меня будет кукурузный. Для этого мне потребуется 550 грамм пшеничной муки. Я уже ее просеяла. 220 кукурузный. 20 грамм сахара. 20 грамм дрожжей. 10 грамм соли. 100 миллилитров молока. 50 миллилитров растительного масла. Сейчас я налью. И 320 миллилитров воды комнатной температуры. Сейчас я буду перемешивать. Два вида муки. Соль, сахар и дрожжи. Все взвешивала на весах. Все граммы. Муку делала, отмеряла мерным стаканом. 220 грамм у меня получается. Кукурузной муки. 20 грамм сахара. 10 грамм соли. И положу пакетик дрожжей. Все перемешаю хорошенько. Остается у меня жидкость. 100 миллилитров молока. 50 миллилитров растительного масла. 320 миллилитров воды комнатной температуры. Хорошенько перемешиваем. Добавляем 2 ложка. Вливаем молоко. Вливаем масло. Еще мне потребуется 320 миллилитров воды. Вот так. Буду постепенно вливать еще воду. Сейчас мне нужно будет перейти на ложку. Потому что сейчас будет все к венчику цепляться. Вымешивать тесто нужно, пока оно не перестанет липнуть к рукам. Потом берем немножко маслица. И проливаем саму форму немножко маслом. Тесто можно немножко приподнять. И туда налить маслице. И сейчас я поставлю в теплое место на расстойку на 1 час. Закрою стретч-пленкой. Ставлю на расстойку в теплое место. Это у меня микроволновка. Я кипячу стакан воды. И ставлю туда тесто. 1 час. Кроволновка у меня выключена. Вот такая шарлотка у меня получилась. Стояла ровно 45 минут. При температуре 180 градусов. Режим конвекция. Всем приятного аппетита, кто делает сейчас со мной вместе шарлотку. Или кто собирается. Сегодня я еще сделаю бигус в мультиварке. Вот у меня кусочек, грамм 400 говядины. Грамм 600 было капусты. Я ее уже нашинковала. Положила сухой лук. Можно положить еще морковку. Томатная паста нужна. Так как мне ее нельзя, я упущу этот ингредиент. 100 мл водички нужно будет. Соль, специи по вкусу. Вот. Ну и, пожалуй, все. Будет он у меня тушиться 1 час. Буду тушить 1 час. Нашинковала мелко капусту. Выложила ее уже, как вы видели, в чашу мультиварки. Теперь нарежу небольшими кусочками говядину. Примерно вот так. Тоже уложу в чашу мультиварки. Так, всю говядину. Говядину я нарезала. Теперь буду укладывать ее в чашу. Добавлю туда водички. 100 мл. Я уже кипяченый добавляю. Надо посолить. Хорошенечко. Потому что капуста у нас тоже не соленая. Можете положить любые ваши специи. По рецепту масло растительное не нужно. Но я чуть-чуть добавлю. Для вкуса. Перемешиваю все. Хорошенечко все перемешаю. И ставлю на режим тушения. На 1 час. Тушение 1 час. Будем ждать. Тесто у меня подошло. Стоял час. Теперь я его перекладываю на силиконовый тюбрик. Срезнула растительным маслом. И перелажу сейчас. Тесто можно еще немножко обмять. Придать ему определенную какую-то форму. Примерно вот такую круглую я сделаю. И оставлю еще минут на 40. На расстойку. Покрою пленочкой. Минут 40 еще он поставит. Все. Что у нас делается с бигусом. Немножко его будем. Конечно, с томатной пастой он бы был красивый такой. Но чего нельзя, того нельзя. Это все вот помешаю. Будет оно тушиться еще. Закрываем. Будем ждать. Тесто у меня постояло. Я сделала на нем ножом разрезы. Сбрызнула его растительным маслом. И сейчас буду ставить в разогретую духовку. Духовку разогрей до 200 градусов. Поставлю на 1 час. Смотрите по своей духовке. Бигус у меня уже доходит. Осталось 5 минут. Я включу духовку. Вот такой вот у меня бигус получился. Тушеная капуста с говядиной. С луком. Все, кто ужинает, всем приятного аппетита. Вот разрезала свою шарлотку. Вот такая вот она у меня получилась. Сейчас попробуем. Да? Попробуем? Тесто вкусное. И яблоко вроде нормально. Вкусняшка. А с молоком вообще будет классно. Вот такой хлебушек у меня получился. Сейчас я его... На него положу полотенцем. Мокрое. Отжатое. Мокрое отжатое полотенце на него положу. Чтобы он был мягонький. Вот и закончился день. Всем пока-пока. До завтра. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...